Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 18 февраля продолжаю перевалку томатов с маленьких стаканчиков в большие. И по ходу работы отвечаю на те вопросы, которые приходят от зрителей. Очередной вопрос, связанный с перевалкой, это грунт. Какой грунт я использую для перевалки томатов? Я перед этим говорила, что грунт я немножко разделяю по назначению. Если, например, сеять можно в не очень питательный, но главное, чтобы был легкий воздушный грунт, то про пикировку я говорила. Для пикировки я использую, ну сейчас вот пикировочные посмотрим. Вот для пикировки я использую, так как здесь уже большенькие они, грунт более питательный. И по этому же принципу я готовлю грунт для перевалки. То есть грунт для перевалки вот таких взрослых, толстых, с большой зеленой массой растений, конечно, должен быть питательным. Я сейчас как раз буду делать грунт, я все расскажу. И, конечно, во время вот пикировки и перевалки уже требуется большой объем грунта. Здесь я большую часть грунта применяю свой. Вот моя рабочая ванночка. Я одну ванночку изработала и пришла для того, чтобы составить новую порцию грунта. Из чего буду составлять? Вот мешок. И ясно, что эта земля своя, которую мы заготовили с осени. Она не очень, потому что, сразу скажу, она не пушистая. Но она и на вид не очень, и такая как твердоватая. Если она слежится, она будет очень плотная. Но тут мне в помощь как раз вот этот дешевый грунт из светофора, испытание которого я проводила. Я его испытала, он оказался очень хороший, томаты в нем выросли без всяких проблем. Поэтому я сейчас делаю так. Я сейчас наложу половину ванны, высыплю своего грунта, который плотный и не очень такой, не воздухопроницаемый. Он состоит из простой герновой земли. Это верхний слой плодородного грунта. Ну, из нашего региона проживания. Короче, половина такой, даже две трети. И для пушистости добавлю вот этот. Сейчас разрезаю, покажу вам какой. Потом я все, сажусь и начинаю руками вот так вот каждый вот этот комочек разминать, распушать, размолачивать. В результате получается у меня вот такой грунт. Видите, совсем другой. Он из этой же земли как раз и чуть-чуть домешанного светофорского. Ну, буду называть его светофорским грунтом, чтобы вы понимали. Получается такой в меру рыхлый, но не очень пушистый. Тут уже никаких кокосовых брикетов я не добавляю. Это дорогое удовольствие. Кокосовыми брикетами вот сколько мешков грунта разбавлять. Он получается уже более плотный, чем для посева, но более питательный. Тут больше настоящей земли. Сейчас все смешаю, покажу вам. Еще забыла отметить, добавить, что осенью, когда заготавливали вот эту землю, для придания большей питательности грунта, вот к этой дерновой земле здесь добавлен перегной животного происхождения. То есть старый такой перепревший, трех-четырехлетний даже, который уже сам выглядит как земля. И вот поэтому вот эта вот питательность от этого перегноя, она позволяет растениям после перевалки очень долго, ну я практически подкормок не делаю, очень долго, почти до высадки в грунт, хватает им питания. Вот я вывалила из мешка свою землю, не очень, конечно, красивая она, но зато настоящая. И вот хорошо выручил меня вот этот светофорский грунт, потому что он все-таки хоть немного придает земле такой вид и на ощупь, ну который должен быть. Сейчас сяду и буду очень тщательно, очень долго разминать вот эти вот руками комочки, иначе никак это не сделаешь. В результате превратится вот в такой, потом продолжу эту пикировку, перевалку, все на свете. Когда я буду делать посевы продолжать, то я могу так же сделать, только сюда еще добавлю кокосового брикета. Вот он придает прям рыхлость, делается как пух земля, грунт, почвенная смесь. И для посевов все-таки нужен более рыхлый, более воздухопроницаемый грунт, потому что в таком грунте семена могут долго всходить, особенно слабые, которые мелкие или перец, будут долго пробиваться сквозь плотный. А если в нашу такой один посеять, можно вообще не дождаться. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная аспуга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписка нужна для того, чтобы не пропустить очередные видеоролики, такие сейчас во время посевной, очень интересные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!